перед нами герб зимбабве ну вот как бы не ради него мы собрались сегодня двух экранов а с другой стороны на этой монетке биметаллическая монетка 5 долларовая изображен черный носорог вот такая вот животинка есть на свете осталось к нам на память от доисторических времен так скажем десерос биномис вот черный носорог это значит один из двух наряду с белым видом африканских носорогов белому ты не повезло их всего четыре штучки осталось черным как повезло больше название черный значит условный так так как он столь же не черный как и второй африканский представитель свой белый носорог существенно совсем белый цвет обоих животных зависит от цвета грунта на котором они живут так как они охотно валяются в пыли и грязи исходный шиферный серый цвет их кожи приобретает то беловатый то красноватый а в районах застывшей лавой и черный оттенок вот так вот черный носорог крупные могучие животные он не столь велик как белый но все же внушителен достигает веса двух двух две две десятых тонны длины больше трех метров при высоте в плечах вот 150 160 сантиметров на голове его обычно два рога но в некоторых местах например в замбии три и даже пять вот в течение его основания рог круглый у белого носорога трапеции видны передний рог самый большой чаще его длина 40 60 сантиметров в виде исключения встречаются животные с огромными рогами так на национальном парке амбасцелли кения долгое время величайшей достопримечательностью был была самка носорога по кличке герти рог который достигал 138 сантиметров и так часто фотографировали что сравнивая снимки разных лет удалось остановить скорость роста рога 45 сантиметров за шесть семь лет внешним отличием черного носорога от белого является устройство верхней губы у черного носорога она заострена и свисает хоботком над нижней с помощью этой губы зверя захватывает траву свет и кусарник кроме того у черного носорога по сравнению с белым более короткая голова а рог направлен больше вперед у белого почти вертикально вверх черный носорог более вытянут в длину он в целом более легкого сложения чем белый не такой мощный так скажем на вот еще в середине 19 лет черный носорог был обычным обитателем африканских саван носороги встречались на огромной территории центрально-восточной и южной африки к сожалению не не избегли общей участи всех крупных африканских животных и сейчас сохранились почти исключительно в национальных парках хотя в целом конфигурация реала осталась почти неизменной если не считать того что они были полностью истреблены в юар но в последние десятилетия вновь туда завезены и образованы устойчивые популяции общая численность черного носорога сейчас около трех с половиной тысяч голов большая часть носорогов живет на охраняемых территориях танзании замбии зимбабве мазамбик и юар встречается он в анголе камеруне и центрально африканской республики вне заповедников выживание носорогов прямо прямо проблематично во-первых из-за отсутствия условий для обитания во-вторых из-за браконьерства социальные проблемы существуют в странах западной африки привели к резкому сокращению численности там носорога барканьерство сейчас остается едва ли не единственным способом нажиться а предохранные мероприятия государственного лаги не в состоянии в последние 10-15 лет численность черного носорога остается целом относительно стабильной по отдельным популяциям даже подвержены вот сильный сильным колебаниям если в юар черных носорогов стало значительно больше то один из подвидов обитавший в западной африке был признан вымершим такой вывод был официально сделан международным союзом охраны природы на основании имеющиеся данные об этих животных специалисты полагают что основную роль в исчезновении черных сорог сыграли браконьеры охотитесь за ценными рогами животных ну черный носорог как и все другие носороги стал жертвой нелепого и ни в чем не основу суверия от чудо действенности или рога хотя урок африканских носорогов на черном рынке стоит дешевле чем урок азиатских видов цена на него все равно так велика что борьба с незаконным отстрелом исключительно трудно в 70-е годы в период быстрого роста в благосостоянии нефтяных монархий персидского залива много черных носорогов было добыто ради появившихся в этих странах моды на кинжалы с рукоятками из рога считавшихся обязательным атрибутом богатого араба в наши дни носорожье рог уже не используется для подобных целей но находит постоянный спрос в китайской медицине торговля рогом разумеется осуществляется только нелегально при этом никаких целебных свойств у него согласно научным данным нет черные носороги замечательный объект для наблюдения в национальных парках привлекающих внимание многочисленных туристов наблюдая носорогов лучше все же не выходите из машины хотя они как бы и слепые не не шибко много чего видят но на всякий случай относительно высокая численность черного носорога в юар намибии зимбабве и мозамбике позволяет разрешить охоту на него в этих странах каждый год выделяется небольшое количество код на отстрел черного носорога цена на лицензию очень высока несколько десятков тысяч долларов черный носорог наряду с белым входит так называемую большую африканскую пятерку вместе со слоном львом буйволом и леопардом наиболее опасные звери но и самым почетным трофеем для охотника вот подход к носорогу во время сафари не представляет сложности носорог плохо видит кроме того он не боится никого в саванне и отпускает потенциального врага на близкое расстояние порой только хорошей реакцией может спасти человека от бросившего носорога зверем чаще с большой скоростью не способен совершить резких поворотов если охотник вовремя отпрыгнет в сторону то носорог по инерции проносится мимо и может вернуться для нового броска далеко не сразу такая охота требует большой выдержки и присутствия духа у местного африканского населения шкура носорога высоко ценилась как лучший материал для щитов в южной африке из носорожьей бегемоти и шкуры изготавливали кнутые чамбоки вот такие вот интересные факты ну что же еще про носорога черный носорог значит житель сухих ландшафтов будь то редкостные листа, кусарниковые, акациевые саванны или открытые степи изредка он встречается даже в полупустыне однако во влажные тропические леса бассейна Конго и Западной Африки он не проникает в горах восточной Африки он найден на высоте 2700 метров над уровнем моря этот носорог почти не умеет плавать в отличие от азиатских носорогов и уже небольшие водные пригороды для него оказываются непреодолимыми хорошо известна привязанность носорога к определенному участку территории который не покидает на протяжении всей жизни даже сильные засухи не вынуждает этого носорога к миграции однако при том, что большинство черных носорогов действительно оседлых часть из них все же ведет в бородическое вооружение питается черный носорог преимущественно молодыми побегами кустарников которые точно пальцем захватывают верхней губой при этом животные не обращают внимания ни на острые шипы, ни на едкий сок даже на открытых равнинах они предпочитают отыскивать мелкие кустарники которые выдергивают с корнем кормится черный носорог утром и вечером а наиболее жаркие часы обычно проводят в полусне стоя в тени дерева спят носороги ночью по 8-9 часов подогнув под себя ноги и положив голову на землю реже животное лежит на боку, вытянув в конечности ежедневно они отправляются на водопой иногда за 8-10 км и подолгу валяются в прибережном миле известный случай, когда носороги настолько увлекались грязьими ваннами что уже не могли выбраться из вязковой ила и становились жертвой гиен в засуху носороги часто пользуются для водопоя ямами, которые вырыты слонами черные носороги ведут одинокий образ жизни часто встречаются пары из матери видите, наши обычно пары идут в отличие от азиатских носорогов, африканские не имеют строго индивидуального участка и не охраняют его границы о себе подобных большие кучи пометок которые раньше приписывали значение пограничных столбов по-видимому, можно рассматривать как своеобразный справочный бюро где находится носорог, получает информацию своих предшественников зрение у него очень-очень слабое даже на расстоянии 40-50 метров он не может отличить человека от древесного ствола слух развеет значительно лучше, но основную роль в распознании внешнего мира играет обоняние даже на открытом месте потерявшийся мать-детеныша разыскивает его по следам если нет ветра, носорог может из любопытства приблизиться к человеку буквально вплотную но достаточно слабого вдвновения чтобы он распознал опасность и обратился в бегство или перешел в атаку бегают эти носороги быстрым, тяжелой рысью или неукружен голубым развивая на коротких расстояниях скорость до 50 км в час черные носороги почти никогда не бывают агрессивны по отношению к своим сородичам если носороги все же затевают дурак то серьезных увечий не бывает бойцы отделаются легкими ранами на плечах нападает обычно не самец а самка обычно нападает не самец на самца как у оленей или других парнокопытных а самка на самца но черный носорог намного более агрессивен чем белый по отношению к другим зверям саванны не раз описывались схватки носорога со слоном происходившие обычно как когда носорог не уступает дороге или к водопое или слону такие вот поединки часто оканчивались смертью носорогов все же однако со своими обычными соседними буйволами, зебрами, гну носороги живут в мире а среди птиц у них есть даже друзья небольшие оливковые буруи с красным клювом птички волоклюй или буйволовые птицы из семейства скорцовых постоянно сопровождают носорогов залезают по спине и бокам выклевывают присосавшись к ним паразитов по повадкам и манере передвижения они очень похожи на наших поползней, помогают носорогам освободиться от клещей и цапли цапли очень очень интересное взаимоотношение у носорога с водяными черепахами стоит носорогу улечься в вилле для принятия грязевой ванны как со всех сторон к этому месту сверглеют черепахи приблизившись они внимательно осматривают гиганта начинают выдергивать накопившихся клещей по-видимому эта операция весьма болезненная так как иногда носорог с громкими фырками вскакивает на ноги но затем нос ложится в грязь буйволовые птицы также часто расклевывают кожу носорога до крови голосовые сигналы черного носорога не отличаются сложностью и разнообразием обычно он громко фыркает но при испуге он может издавать пронизительный свист у черных носорогов нет определенного сезона размножения спаривание бывает в разное время года после 15-16 месяцев беременности самка приносит одного детеныша новорожденный имеет массу от 20 до 35 кг крохотный в виде на шлепке высотой до 1 см светлый рог и уже через 10 минут после появления света может ходить через 4 часа начинает сосать мамочку в течение двух лет детеныш питается молоком к этому времени он достигает достаточно насыщенных размеров чтобы добраться до сосков ему приходится становиться на колени врагов у черного носорога в природе